здравствуйте мои дорогие христос посреди нас вот мы с вами и продолжаем сегодня читать евангелие и будем читать мы с вами пятую главу от луки там где остановились собственно говоря стихи 17 по 32 церковнославянском евангелии это зачало 19 и 20 напоминаю тем кто впервые присоединился к нам и первый раз были с нами читать сегодня вам вместе что мы согласно нашей православной церковной традиции читаем евангелие на церковнославянском языке и соответственно вы можете взять евангелие по-русски и на современном русском языке и следить вместе с нами чтение евангелия на церковнославянском необходимо всем тем кто посещает православный храм участвует в православном богослужении которое по древней традиции идет на нашем древнем русском языке до называющимся церковнославянский это поможет вам понимать лучшее богослужение лучше в нем ориентироваться соответственно лучше в нем и участвовать вот именно ради этой цели мы читаем евангелие по-церковнославянски я намеренно читаю медленно чтобы те кто следят по параллельному тексту на современном русском могли успевать и читать вместе с нами и бысть воедин от дней и той бе уча и беху сидящий фарисеи и закону учители и же беху пришли от всякие веси галилейские и иудейские и иерусалимские и сила господне бе исцеляющий их и семужие носящий на удре человека и же бе расслаблен и искаху внести его и положите пред ним и не обредше куде внести его народа ради влезше на храм сквозе скуделы низвесише его соодром на среду пред Иисуса и видев веру их рече ему человече оставляютеся греси твои и начаше помышляте книжницы и фарисеи глаголюще кто есть сей и же глаголит хулы кто может оставлять и грехи тот мой един бог разумев же Иисус помышление их от веща в рече к ним что помышляете в сердцах ваших что есть удобе речи оставляют тесе греси твои или речи восстани и ходи но да увести яку власть имать сын человеческий на земли отпущать и грехи рече расслабленному тебе глаголю восстани и возьми одр твой и иди в дом твой и абе восстав пред ними взем на нем же лежаше иди в дом свой славя бога и ужас приятвся и славляху бога и исполнишися страха глаголюще яку видихом преславная днись мы здесь видим с вами удивительное событие исцеления расслабленного знаменитое описанное не только у апостола евангелиста Луки но и у Марка, у Матфея и вот давайте мы с вами сперва определим где же территориально это событие собственно происходило ну вот согласно другим евангелистам происходило оно в городе Христа то есть в Капернауме Господь жил в Капернауме преимущественно во все протяжении своей трехгодичной проповеди своего трехгодичного служения и евангелисты называли Капернаум его городом то есть потому что он жил там и вот мы видим что слова о Христе к этому времени разнеслась уже довольно далеко мы видим что присутствовали не только галилеане но и жители Иудеи то есть вот наших краев колена Иудина и даже Иерусалима самого то есть скажем так даже те которые считали себя очень в законе сведущими живущими все-таки во Святом Граде близко к ветхозаветному храму соответственно скажем так духовно ни в чем не нуждающиеся шли в Галилею послушать Христа здесь речь идет не о простых людях а как нам сказано что это были фарисеи и законы учители то есть значит слава о нем распространилась настолько что они не поленились встать и пойти это примерно неделя пути пешего в Галилею чтобы на него поглядеть и его послушать вот так интересно и вот что же мы видим с вами сила Божия была исцеляющая их здесь эта фраза такая немножко скажем так не совсем ясная да как бы такая таинственная почему говорится что не Христос их исцелял а сила Божия исцеляла их вот некоторые святые отцы предполагают что исцеление происходили от самого Христа без его видимых действий то есть скажем так как в случае с женой кровоточивой помните которая коснулась ризы Господа и исцелилась что здесь также от самого Господа исходила сила божественная и она исцеляла всех просто присутствовавших находившихся рядом с ним в комнате вот так некоторые святые отцы поясняют вот эту вот фразу и дальше мы видим родственников этого расслабленного ну родственников и друзей близких которые из-за того что дом был весь набит просто народом не могли пройти внутрь и принести своего болящего к ногам Христа чтобы просить об исцелении и вот они залезают на крышу дома и прокапывают кровлю мне приходилось слышать от моих детей такое высказание мамочка ну зачем же они дом-то людям испортили вот теперь придется людям крышу чинить но потому что действительно для нас европейцев россиян все-таки представление о том что разобрать кровлю разобрать крышу это разобрать вот простите меня черепицу все что там внутри стропила вообще как-то вообще возможно без инструмента что они с топорами пришли да здесь речь идет о другой кровле дело в том что дома во времена Христа в нашем климате были устроены следующим образом это было прямоугольное строение внутри содержащее такой как бы внутренний двор а по краям комнаты ну комнаты кухня там кладовка и так далее и вот соответственно у нас же жарко солнечно этот внутренний двор покрывали то есть клали от одной стенки к другой от одной поверхности крыши к другой вернее какие-то легкие досочки а поверх стелили например кожу или ткань или могли густерно стелить пальмовые ветви да и таким образом получалась тень сейчас в Израиле практически у всех людей у кого есть залитый солнцем балкон или сад делают себе пергулу пергулы вот это такая своего рода кровля только уже в современном исполнении вот сейчас вы видите на своих экранах современные пергулы делают их очень конечно красиво и стоят они достаточно дорого и кстати пергулу можно ставить без разрешения муниципалитета это не считается как строительство хотя это вполне как вы видите солидная крепкая такая конструкция да и вот такие пергулы до сих пор приняты у нас на востоке в древности же делали их гораздо проще так как я вам сейчас и объяснила но как же они попали на крышу у нас крыши плоские и очень часто на крышу снаружи дома ведет лестница ну вот насчет воров тут я вам не скажу как-то вот не бояться воров у нас очень во многих районах и у израильтян и у аравов есть наружная лестница которая ведет на крышу иногда впрочем видимо спасаясь защищаясь от воров ее делают повыше от земли то есть чтобы на нее залезть нужно какую-то еще стремяночку приставить ну это похоже на пожарную лестницу снаружи дома которая была например у меня в Москве на нашем сталинском доме старом вот это очень похоже только мы по ней конечно на крышу не лазили категорически было запрещено родителями да и мы достать не могли она была высоко а вот у нас на востоке как раз наоборот обычно около нее стоит какая-то небольшая лесенка или сделана приступочка чтобы хозяева дома могли подниматься и вот например вечерами пить кофе а некоторые даже на крыше себе бассейны устраивают такие надувные или просто сидят на закат любуются и вот точно так же было и в древности соответственно лестница была на крышу снаружи дома поднялись по ней вот эти вот родственники этого расслабленного человека и прокопав сверху раскрыв вот эту вот легкую кровлю покрывавшую внутренний двор свесили одар с болящим одар это как бы носилки из ткани то есть по сути дела да как так так вот импровизированные носилки такие видимо они сделали и спустили его и что же происходит дальше дальше мы видим с вами как Господь наш сердцеведец говорит этому несчастному человече оставляют теся грехи твои он оставляет ему грехи то есть показывая нам с вами совершенно прямо и абсолютно здесь бесспорно что между нашим духовным и телесным самочувствием есть связь самая прямая и что болезни посылаются нам за наши грехи и дальше книжники фарисеи начинают роптать и соответственно говорят кто может брать на себя такое все остальные пророки чудотворцы которые творили чудеса они исцеляли даже воскрешали нортлых но никто не дерзал прощать грехи это может делать только Бог а Господь здесь вот говорит эту фразу отпускаются тебе твои грехи и вот Господь видя что это для них смущение говорит чтобы вы не сомневались в том что я могу отпускать грехи вот я творю другое чудо встань возьми постель твою и ходи и вот что удивительно чудо которое видимое творит здесь Господь на самом деле гораздо проще сотворить чем то невидимое чудо которое он творит потому что действительно еще раз воскрешали исцеляли и многие праведники пророки святые но грехи отпускает один Бог и вот отпустить грехи это гораздо более сложное более трудное чудо которое только Богу под силу нежели чем человека поднять содра болезни хотя одно чудо видимое а другое невидимое и вот интересно очень трактуют святые отцы это евангельское событие о чем я и предлагаю нам сейчас поговорить есть разные толкования этого евангельского события я хочу предложить вам опереться на толкование святителя Григория Паламы он говорит нам о том что само понятие что Христос находился в своем городе то есть Капернаум город Христа свой город имеет символическое значение свой город это мир наш мир потому что как говорит Иоанн Богослов Христос во своя прииди и свои его не прияху то есть пришел к своим и свои его не приняли так что здесь Капернаум по мнению святителя Григория Паламы имеет символическое значение и вот дальше расслабленный это душа человека душа всякого человека расслабленная грехами а от этого немощем болезнями и так далее и вот четыре друга которые ее несут это прежде всего презрение к себе исповедь то есть покаяние в грехах это обещание исправления то есть впредь воздержание от этого греха и молитва к Богу вот эти четыре друга по мнению святителя Григория могут привести нас ко Христу к исцелению спасению да вот четыре таких необходимых как бы условия это презрение к себе исповедь обещание исправиться и молитва к Богу и вот на самом деле здесь еще и мы с вами видим удивительную веру тех кто принесли ведь это чудо совершается не столько по вере самого болящего хотя конечно мы с вами предполагаем что была на то его воля чтобы принесли его ко Христу конечно ненасильно они его приволокли да разумеется наверное он их об этом попросил а может быть дал свое скромное согласие на это но все-таки тащили его по жаре и кровлю разбирали а все-таки его друзья вы скажете мне может быть жары не было была жара иначе бы Христос сидел на улице со всеми собравшимися вокруг него или на кровле дома а вот поскольку еще был зной была жара то есть скорее всего это было еще время до заката солнца они сидели внутри дома вот под этой кровлей то есть во внутреннем двурике то есть этого болящего по солнцу по жаре эти друзья несли на крышу его затащили вы представьте себе ведь человек парализованный расслабленный это человек полностью парализованный он же невероятно тяжелый они его подняли они эту кровлю разбирали не побоялись что сейчас хозяева на них собак спустят или просто будут их ругать или даже побьют да они не побоялись этого они раскопали кровлю они добились этого они приложили большое усилие в общем-то ведь чудо это происходит по вере по молитве фактически близких вот мы с вами часто говорим и это справедливо и правильно что если человек сам не хочет исправления то господь никогда не насилует нашу волю это правда и без нашей воли господь даже и в рай нас не уйдет не спасет нас да но тем не менее отношения с Богом это не математическая формула где дважды два четыре другого варианта нет да отношения с Богом живые так вот господь по величайшей своей любви и милосердию за молитвы близких иногда воздействует на нас своей благодатью свою любовью и нашу волю как бы так скажем немножко подталкивает к себе немножко так ее изменяет направляет это чудо которое происходит и каждый из нас кто молился за близких знает знаем по себе как важна молитва за нас наших родных и близких сколь много господь помогает по молитве близких в общем-то вот эта история евангельская она как раз таки об этом и конечно же здесь мы с вами сталкиваемся с полным неверием книжников и фарисеев как это часто бывает у людей неверующих чудо при том чудо такое очевидное явное человек был парализован и этому свидетели те кто его принесли встает на ноги и ходит так вот чудо для них это причина еще одна к сомнению к спору к недоверию и это было так и тогда и так это есть и сейчас и вот грустно прискорбно видеть это как ответом на явное действие благодати Божией является сопротивление недоверие сомнение попытка чего-то доказать хотя доказывать здесь нечего а люди вокруг сидящие видите как реагировали они те кто были не книжники фарисеи те кто присутствовали они славили Бога и говорили исполнившись страха як увидихам преславное днесь ну а мы с вами читаем дальше следующее зачало зачало двадцатое и посем изыди и узре мытаря именем левию сидящий на мытнице и речей ему иди по мне и оставль вся востав во след его иди и сотвори чреждение вели левий ему в дому своем и бе народ мытарей мног и инех и жебяху с ним возлежаще и раптаху книжницы на него и фарисеи ко ученикам его глаголище почто смотари и грешники ясти и пиете и отвещав иисус речей к ним не требуют здравия врача но болящие не приедух призвати праведных но грешные в покаяние здесь мы с вами видим как господь наш идет в дом мытаря левии на самом деле здесь продолжается тема прощения грехов и исцеления и от телесных болезней и от страстных пагубных привычек образа жизни объясню что такое мытарь налоговый инспектор сборщик налогов но у нас сейчас к сожалению эта профессия ассоциируется с чем-то не очень хорошим хотя есть бесспорно есть честные порядочные благочестивые налоговые инспекторы и работники таможни конечно но в те далекие времена поскольку большинство населения было неграмотным и законы прописаны скажем так особо нигде не были то в общем-то мытарь он мог собирать вот чего хотел и сколько хотел мало того у него были и воины свои которые следили за тем чтобы народ аккуратно платил и фактически это был рэкет самый настоящий мытари вот эти налогосборщики упоминаемые в евангелии они собирали налог для римской империи то есть они были на службе у оккупантов у римлян и за это одно их уже народ естественно не любил потому что они были предатели кроме того по закону Моисееву сбор налога допустим один единственный это налог на храм который тоже упоминают сборщики налога на храм в евангелии это были свои которые собирали налог для храма а вот любой сбор налога для царя тем более в данном случае для царя языческого для кесаря для императора считался делом идолопоклонническим то есть делом недопустимым и соответственно мытари их профессия считалась нечистой и мытари отлучались от синагоги то есть отлучались от священного собрания и вот представьте себе господь евангелий неоднократно именно к таким людям идет в дом и ест и пьет с ними потому что пришел он спасти исцелить воззвать именно болящих неправедных а грешных на покаяние почему господь так говорит потому что подразумевает здесь я пришел призвать не вас которые считают себя праведниками а грешников на покаяние потому что истинные праведники себя таковыми не считают мы с вами знаем отцов древних подвижников которые уже стяжав большую святость и творили чудеса исцеления что хотите и на смертном адре когда один святой говорил я еще даже не начинал каяться и горько плакал то есть они искренне считали себя грешниками чем ближе человек к Богу к источнику света чем ближе он к Христу тем больше он видит своих грехов соответственно поэтому Христос здесь как бы и говорит я пришел не вас праведников в кавычках праведников призвать а тех кто считает себя грешными те кто видит нужду во мне и вот так был безвотный левий а кто же был этот левий это и был будущий апостол и евангелист матфей который написал нам одно из евангелий так вот выходит из евангельского повествования и так считается по нашей церковной традиции по нашему преданию ну вот дорогие мои на этом мы с вами сегодня прощаемся а следующий выпуск блога будет очень очень интересным у нас на связи будет наш автор из Беларуси Ольга Мушинская мы хотим с вами во-первых познакомиться с Ольгой потому что я обещала вам что дам вам возможность знакомства с нашими авторами они все очень интересные люди большинство из них наши православные что тоже интересно ну а даже если не православные просто интересные очень люди разносторонние интересные живут в других странах всегда интересно подглядеть посмотреть как там жизнь идет порасспрашивать а во-вторых в связи с ужасными совершенно событиями в Беларуси мы хотим во-первых Олю поддержать с вами во-вторых просто послушать из первых уст что там происходит и вот каково отношение к происходящему человека верующего православного но всю жизнь прожившего родившегося живущего в Беларуси вот так так что выпуск блога будет крайне крайне интересным я надеюсь что выйду в эфир как запланировано в субботу ну а в воскресенье не пропустите нашу воскресную онлайн прогулку уже традиционную я оставлю в секрете пока куда мы пойдем в этот раз будьте готовы 5.45 17.45 вот к этому времени к без четверти 6 будьте готовы включайте ваши компьютеры проверяйте скорость интернета чтобы вы могли в хорошем качестве вместе со мной гулять по Иерусалиму как всегда в конце я буду готова ответить на какие-то ваши вопросы поскольку обычно пишут очень много просто приветствий мне да это очень приятно я вас сердечно благодарю за все комментарии за все теплые слова которые вы мне пишете действительно очень здорово это дает мне силы работать потому что я понимаю что это кому-то нужно и кому-то это приятно и интересно и важно но тем не менее вот в этих онлайн прогулках здорово что вы пишете да но когда наступает время вопросов времени-то немного я же не могу задерживать всю аудиторию еще полчаса отвечая на вопросы подготовьтесь заранее если есть какие-то вопросы у вас по Иерусалиму по святой земле может быть то чтобы вы могли оперативненько их напечатать задать и я сразу в прямом эфире на них отвечу но вот мои дорогие всего вам самого-самого доброго храни вас всех Господь и Матерь Божия